Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Вы как всегда на канале Семена Чемоданных, с вами я, Славян. Ребятки, сегодня вас приглашаю в выпуск, и он большой. Я сначала хотел его разделить на два выпуска, потом понял, нетушки, этому городу, городу Гюмри, нужно посвятить один выпуск и большой, чтобы у вас сложилось полное представление, что за город, и, конечно же, чтобы после этого выпуска вы захотели приехать в этот город. В предыдущем видеоролике мы заезжали на машине с детьми с Грузии в Армению. Обязательно посмотрите, что для этого нужно. Это очень информационный, полезный выпуск. Гляньте его, ссылочку я оставлю там в описании. Ну а сегодня выпуск про Гюмри. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе там что хотите, чаек, кофеек, либо что-то покрепче. Погнали, ребятки, гулять по Гюмри. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, поддерживать и погнали. Ночевали мы сегодня не одни. Вчера вечером уже стемнело, мы уже почти спали. Подъехал еще автодом, потому что здесь такая достаточно дельная парковка. Здесь и вода есть, и тихо, спокойно. Ух, вот такое утро армянское. Солнце давит конкретно, кстати, уже. Ой, моряка обжигает аж руку. Мы завтракаем и решили, что сегодня нужно заехать в квартиру. Спустя сколько? Две с половиной недели, по-моему. Буквально две ночи. Нам нужно постираться обязательно, потому что в Гюмри с этим такая проблема. Кемпингов нету. Я уже говорил, да, один-единственный кемпинг есть в Армении. В самом Ереване есть несколько прачек, это как бы хорошо, но здесь их нету. И мы посмотрели, Носенка вчера нашла такой более-менее вариант цена-качество. Сегодня созвонились. Вот, сейчас будем заселяться. Еще смотрите по поводу сотовой связи. Помните, вчера я показывал 3G горит? Реально целый день горело 3G. Я говорю, что такое, вообще ничего не грузит, не прогружается. В итоге я написал в чат поддержки, там все на русском. Говорю, почему так? Она говорит, надо активировать через команду. И я ввел звездочка, там какие-то цифры, решетка. И подключилась скорость такая сумасшедшая, что просто интернет вообще летает. Гиговое видео за секунду вот так вот, пиум, ну буквально там в течение 30 секунд оно скачивается. Представляете, какая скорость большая? Поэтому это важный момент, если вдруг приедете вот в Армению, нужно обязательно подключать 4G через команду. Еще, кстати, две отличные новости, которые точно могут пригодиться. Первое, это здесь есть банкомат и Тинькофф банка. А еще есть у вас российский паспорт, и вдруг случилась с вами какая-то неприятность, вам нужно срочно обратиться к врачу, вы можете вызвать скорую, вам помогут. И это совершенно бесплатно, представляете как? Несмотря на то, что мы сейчас заедем в квартиру, я все равно хочу набрать полные баки. Пусть будет техническая вода, чтобы потом, когда мы уже будем уезжать, оттуда не делать себе лишний разголову, а сразу можно отправляться в путь. Мы едем заселяться. Объясните, кто в курсе? Вот смотрите, просто заброшенное здание. Но там четко видно, что в некоторых этих живут люди. Вон там, например, белье сушится, даже стоит машина. Как? Как так вообще? То есть в некоторых разрушенных квартирах живут люди. Почему? Берем карточку Тинькофф, Black Card, Мир, и идем в банкомат ACBI. Пробуем там снять. Также есть Рарат Банк. По Рарат Банке мне обналивали деньги на границе. Попробуем теперь через вот этот банк. Работает бесконтактная штуковина, вводим пин. Короче, этот банкомат не дал деньги. Пойдем в Арарат Банк. Ну вот Арарат Банк, вообще красавчик. Опа, все. О, 20 тысяч драм одной бумагой. Огонь. Сейчас посмотрим, комиссия есть нету. Чикс. Вроде нету. Главное сейчас посмотрим приложение. Получается, что курс был чуть-чуть завышенный. То есть, если проводить по бирже 20 тысяч драм, это 5 тысяч 20 рублей. А он взял 5 тысяч 200. Ну, собственно, вообще нормально на самом деле. Если платить по карте, уже будем разбираться позже. Все, заселяемся. Мы приехали. Вот такой вот домик. Здравствуйте. Мы стали обладателями ключей на несколько дней. Вот так здесь прям машину будем оставлять. Вот такое вот серое здание. Блин, прикольно сейчас, короче, сделаем вам раунд тур. Ну-ка, какой-то город и без квартир тоже не совсем интересно. Она нам предложила сушилку. Она даже не представляет, сколько нам перестирать. Ай, я не могу. Ладно, пойдемте заселимся быстренько. Добро пожаловать в Апартаменте Армении. Смотрите, как красиво тут вот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, да, это вот ваша комната. Нет, 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 вот наша дверь четвертая. Вон там вызывайте. Можете вот здесь вот с краю разоваться. Давайте вот здесь разводим. Так. Четвертый у нас номер. И, собственно, сразу же по ходу дела делаю вам рум-тур, пока мы ничего здесь не разбросали. Стол, террелизор, холодильник. Самое... Очень важно, чтобы все очень чистенько, серьезно. Есть стиральная машинка, это прям лайкосик. Конечно же, есть посуда, чашечки. Тудым-сюдым. Вытяжка, газовая плитка. Еще есть электрическая. Окно не панорамное, но прямо на улицу будем смотреть на нашу машину наблюдать. Это, кстати, тоже плюс. Диван, который раскладывается здесь, наверное, мы будем с мальчишками спать. Это тоже хорошо, что он раскладывается. Ну, здесь мальчишки, а ты с нами влезешь. А, вот здесь достаточно такая просторная комната, тоже с окошком. Кровать невысокая, что вырегут. О, Мирошка все залип, короче. Лег отдыхать. И шкаф. Дальше идем в ванную комнату. Так, и ванная комната. Хлопс, здесь туалет, раковина, зеркало, полотенцесушитель. И душевая вот такая вот кабина. Слушайте, ну вот вырегут. Так, здесь, кстати, тоже большое зеркало. Скажу честно, что вот все, что мы смотрели, цена-качество прям идеально. Эта квартира на две ночи нам обойдется 20 тысяч драм. Ну, то есть мы уже оплатили. То есть уже обошлась 20 тысяч драм, 2,5 тысяч рублей в сутки. Я считаю, что достойно, причем за... Расположение в самом центре старого города Гюмри. Сходил я, значит, в магазин. Пока очень трудно ориентироваться в ценах, но все равно разложу продуктовую корзину. Поставлю цену в драмах, чтобы вы понимали. Вот смотрите, два кирпичика, три булки. Здесь такой ассортимент выпечки, что просто невероятно. Творог 530 драм, я точно помню. Это не помню. Это кофе 410 драм. Это масло сливочное. Прямо в холодильнике лежит, он тает. Короче, она сказала, очень вкусное. Йогурт по 110 драм. Морковка здесь килограмм 600. Что-то или 700 с чем-то драм. Дальше. Вино. Вино. Это 1100 драм. Любимая вода Джейм Ру. Я беременна ее. Она, кстати, стоит здесь вообще там прям топейки. Потом, значит, сметанка. Два десяток. Йогурты. Яиц. Еще взял пивка попробовать из Армении, да, так сказать. Два, значит, молока. Так, здесь вот они литровые. 3,2 жирности. Так, еще пивко. Вот он чек. Если у вас получится, сделайте через Google Translate. Переведите. Здесь просто все на армянском написано. Ничего не понятно. На Яндекс.Зен мы обязательно сейчас переведем и запишем. Далее пряники. Мироша, подожди, пожалуйста. И купил еще здесь килограмм каких-то котлеток готовых. Вот это вот все вышло на 12 тысяч драм. Вот тут доллары и рубли, смотрите. Еще раз повторюсь, что пока ничего не понятно по ценам. Потому что какую сторону считать, мозг еще не успевает перестроиться. Только привыкли к Грузии, уже тут же привыкать к Армении. Короче, прикол. Что самое, что интересно, что я вот это все купил. На кассе мне посчитали. И в итоге говорят, нет, у нас карты нельзя. Я говорю, блин, пошел в банкомат опять снимать. Вот первый наш набор корзины такой конкретный в Армении. Вот вы знаете, как уничтожить 65 тысяч? А я вот знаю. Недавно показывали нашего нового друга, который с нами будет путешествовать. Это наикрутейшая просто станция, которая сейчас у меня находится вот в таком вот состоянии. Посмотрите. Славян свои кривые руки засовывают в эту станцию. А все знаете почему? Потому что кое-кто испортил ее. А знаете как? Вот они путешествовали с детьми. Мирошка просто вот сюда вот, вот сюда вот пописал. Представляете? Это просто, я не знаю, анекдот из жизни. Он пописал в электростанцию. Просто невероятное чудо. За 65 тысяч. За 65 тысяч просто взял и пописал в нее. Короче, это просто невероятный прикол. И дело в том, что она работает, заряжается. Но у нее самые нужные две функции. То есть вот эти вот розетки, видите, смотрите. И когда включаешь, они начинают работать. То есть да, вот этот преобразователь на 220. И все. И потом вырубается. Чик. И все. Пишет ошибку. И естественно вот я вскрыл и начал смотреть. И видно, как она, родимушка, текла и застыла. И покрыла все платы таким налетом. Поэтому надо сейчас купить какой-то очиститель контактов. И попробовать это дело все устранить. Что? А ты куда ходишь в туалет? На горшок надо, а не в станцию ходить. Мы на самом деле живем сейчас в интересном таком районе. Это исторический район, центр. Добираться отовсюду быстро. Вот собственно у нас там, не знаю, 100 метров до центральной улицы. По которой уже будем гулять. А сейчас вечером отправляемся искать в автозапчасти этот очиститель контактов. Очень нужен. Вот это настолько движевая улица. Здесь днем такой движ. Вот я сегодня в магазин ходил. Пожалуйста. LC Вайкики есть. Такой небольшой торговый центр. Здесь, короче, все есть. В принципе, название дублируется. Вот аптека, магазин Viva. На русском языке все тебя понимают, все хорошо. Но вот сейчас вечерочком здесь так хорошо, так комфортно. А днем трындец был. А вот это вот все, это вот палатки. Это большой-большой рынок. Овощи, фрукты и всякие безделушки. Дошли мы до площади. Смотрите, как красиво здесь такое здание. Не знаю, правда, что это за здание. Правительство, наверное, какое-то. Здесь же такая черная церковь. Какие интересные у нее краски. Сейчас поближе посмотрим. Смотрите. Черно-оранжевое. Ничего себе сочетание, да? Цветов. Вау. И здесь вот площадь, фонтаны. Пойдем сейчас переходить дорогу. Ну вот это транспорт. Вот это я понимаю. Как в древние времена. Ван Лафом тоже на коне едешь. Чикс остановился. Класс. Это класс. Покатушки такие здесь. Видите, в центре есть. Он катает здесь по округе. Октябрь. Иду, думаю, конечно, как же назвать Октябрь. Что это, кинотеатр или что? Не пойму. Красиво. Фонтанчики, магазины всякие разные. Кафе, рестораны. Такая вот потрясающая площадь. Что вот это за здание красивое? Смотри, какое красивое. И, кстати, обращу внимание. Смотрите, они полностью запитаны солнечными панелями. Смотрите, какое огромное количество. Молодцы. И еще одна черная церковь. Глянь. Да. А Мирошка сразу побежал. Непонятно куда. На машинке. Артемка все время хотел покататься вот на такой штуке, которая в занос, короче, уходит, боком валит. Но всегда отказывали. Мол, типа, возраст там туда-сюда. Все, ноги не снимай. Ноги нельзя снимать. Ну, это страшно. Газульку отпускай просто и все. Газ, как она идет? Нельзя, нельзя ноги отпускать. Она не переверни. Газ, пускай просто. Газ, отпускай и все. Короче, Родик боялся, боялся. В итоге сел. Довольный. Блин, почему взрослым не придумали такую штуку? Давай, помнишь, как мы на Эмэле валили с тобой? У нас когда Эмэлька была, мы вообще с пацанами постоянно наваливали. Пока гуляли здесь, пацаны катались. Вот уже плюс два подписчика. А пацаны с проката говорят, а у вас что, Ютубе? Я говорю, Ютуб. Подписались, короче. Все, идем дальше. Прямо, смотрите, сделаем обороты прямо и едешь дальше. Я не знаю, я не знаю, я могу. Обстрелянный крест. Стоит здесь на плитах выбитые имена и годы жизни людей. Это прямо возле вот такой черной церкви. Спасибо, папа. Обалдеть. Посмотрите, Мирошку подняли. Чтоб Мирошка попил. Мироша видел вот такую вот большую девчонку в наряде, в национальном костюме. И быстро забрался на руки с криком, ааа, помогите. Кто там, кто там? Не бойся, не бойся, я тебя никому не отдам. Честно, шло. Какая прекрасная церковь, да сколько церкви мы еще увидим. А далее мы попали на улицу. Здесь, короче, очень круто все будет подсвечиваться, да. И здесь, получается, куда вот не поверни, везде кафе, рестораны. Вот слева, справа. И куча-куча-куча всяких атмосферных рейсиков. Мы идеально сняли жилье. Да, как в Стамбуле. Да. Тоже в самой... В самой движухе, но... Все есть вообще вот. Как раз вот делать все дела и погулять вообще. Вообще, ага. Прям вау. Видите, как здесь классно. Вот опять рейстики. А вот это вот все атмосферные такие гостевые дома, квартирки. Здорово. Единственное, что я бы отсюда убрал, это рекламные билборды. Как-то классные режут, да? Они явно здесь не нужны вообще. Лучше бы поставил какие-то картины, вот как девчонки вот стоят, нарисованные. А это все не нужно рекламно, мне кажется. Какой прикольный черный дом с балкончиками, с красными дверями. Невероятная архитектура. Вот вроде все что-то ремонтируется, что-то там расписано, но все равно идешь и так типа вау. Это потому что это вообще по-другому. Армения это совершенно по-другому. Другая картинка, правильно же? Да. Вообще другая. Вот куда бы ты ни повернул, налево-направо, идешь прямо везде, просто какая-то невероятная красота. И даже вот это вот, смотрите, сочетание старинного здания с разбитой дверью, тут как-то вау. Там, понятное дело, написано на английском, история этого дома. Вообще какой автодом, гляньте. Он на каких номерах? А, на грузинских номерах. У него вон флаги, где он был. Прикольно. Вот это, да. Там кто-то внутри сидит. Он в Америке был. Швейцарий, Иран, Япония. Ничего себе. Ну, это, кстати, американский вообще дом, в Шевроле. А вот, пожалуйста, посмотрите, какой красивый гостевой дом. Здесь прям в центре. Классно. Здесь вот вообще архитектура особенная. Они молодцы, что строят, знаете, так не в современном стиле, как все шлепают, а построили приближенно к своей древней архитектуре новый гостевой дом. Молодчики. Цвет черных церквей я вообще не могу. Какая-то красота. И тут же лошадка. Никогда в жизни даже не мог представить, что черная церковь так будет смотреться потрясающе. Как эта площадь смотрится немножко с другой стороны. Видите, как красиво. Здесь же прям на перекрестке есть указатели, куда двигаться. Ням-ням. Сейчас пойдем кушать сына. Класс. Я очень кайфую от того, что здесь играет музыка. Вот эта классическая, так фоном обалденная, ненапряжная. Смотрите, как здорово звучит. Так, где этот пианист? Спасибо тебе огромное, пианист. Мне очень нравится, что повсюду стоят фонтантики. С питьевой водой. Наконец-то мы купили человеческую сливу. Человеческую. И персиков. Вот, 250 грамм стоит. Такой красивый, стильный магазинчик паприка. Все в таких баночках. Стопудовый из Икеи. А так выглядит городской рынок, когда он закрылся. Просто куда ты попал? Завтра мы пораньше встанем, пойдем гулять, покажем рынок, да? Ну, наверное. Вообще, здесь все вот. Здесь все закрыто. Пойдемте сюда, переходить дорогу. Раньше вот это здание, смотрите, было мясной пассаж. Откуда я это знаю? Вот там прямо написано по-русски. Мясной пассаж. Видимо, был огромный, гигантский магазин мяса. Ну, вот почему-то вот его закрыли. Так, если нас смотрят местные, срочно в комментариях напишите, почему нету мясного пассажа. А еще его доделайте, иначе как-то мы хотим мясо, шучника. Вот, пожалуйста, такси Яндекс Гоу. Мы продолжаем путешествовать по городу Гюмри. Сегодня следующий день нашего уже путешествия. Это третий день уже в Гюмри. Сегодня у нас запланировано несколько достопримечательностей. Также центральный рынок, но уже вечером. Сегодня будет классная крепость. Мы сегодня идем пешком, будем ходить ногами. Отказываемся от машины. Хочется ходить, ходить, бродить по этим старинным улочкам Гюри. Можем походить. Да, это невероятная красота. И погружаться в ту эпоху, да, так сказать. Очень важно сказать еще о том, что в Армении немножко отличается время от московского. Мы привыкли жить как бы по-московскому. И когда сюда приезжаешь, если в Москве 9 утра, то здесь 10 утра плюс 1. Мы узнали это вчера чисто случайно. Вот, поэтому кто отправляется, будьте в курсе. Замечательная архитектура. Смотрите, как красиво. И вот эти вот как раз исторические улочки. Обязательно нужно здесь погулять. Нам повезло, мы прямо здесь живем. Буквально в 20 метрах от нашего дома, где мы живем, есть замечательная достопримечательность. Это часовня Архангеля Михаила. Также там есть холм Чести. Сейчас посмотрим. Мне вот очень интересно, откуда взялась идея именно черных церквей. Здесь повсюду сочетание черного и вот такого вот рыжего цвета. Видите, вот эти ставни, они тоже рыжего цвета. Выглядит потрясающе. И вот, естественно, есть фонтанчик с питьевой водичкой. Не знаю, он работает, не работает. Отключили, наверное. Храм открыт каждый день с 9 до 18. На территории запрещено играть в футбол, а также кататься на роликах и другие развлекательные игры. Ну, это понятное дело. Есть информационное еще табло. Холм Чести попали на территорию. Здесь стоит вот такой вот памятник. Великий князь Михаил Николаевич Романов. Дальше у нас Михаил Лорис Меликов. И также у нас здесь Иван Лазарев. И еще есть четвертый такой металлический портрет. Это Николай Николаевич Муравьев, либо Карский. В ходе русско-турецких войн 19 века особо ожесточенные бои велись за овладение неприступной крепости Карс. В 1855, 1877 и 1878 года. Тогда же, в 1855 году, по приказу главнокомандующего кавказским корпусом генерала-лейтенанта Муравьева, в городе Александрополе, ныне Юмри, воинское кладбище переименовано в Холм Чести. На этом некрополе преданы земле 155 офицеров русской армии, погибших в боях за Карс. Сотни других воинов-освободителей армянской земли, чьи имена история до нас не донесла. Вечная память всем покоящимся на Холме Чести. Так хотелось полетать и поснимать эту часовню с высоты, но, к сожалению, я только поднял дрон, там написано, что авторизованная зона, полеты здесь запрещены. Поэтому, значит, надо. Двигаемся на следующую достопримечательность, и вот указатель, черная крепость. Нам уже отсюда видна эта черная крепость. Там стоит такой памятник, сейчас поближе подойдем вам, покажу его. А вот здесь можно купить барана. Можно просто как домашнего животного, ну а можно, конечно, шашлык. Блин, бедолаги вообще. Вот проходим парикмахерскую, все услуги написаны на русском языке. Ну, на самом деле, в Армении абсолютно не чувствуешь себя, что ты где-то там находишься за бугром, тебе кайфовое отношение, и, естественно, все люди здесь говорят на русском. Ну и по надписям вы понимаете, что кого куда двигаете, куда идете. Очень здорово, что в Армении все продумано для детских колясок, и где бы мы ни ходили, есть вот такие вот аккуратненькие спуски, подъемчики, чтобы Настенка могла катить колясочку, и ей не доставляло никакие проблемы. Нет, но если тротуар разрушен, то как бы и этого ждать, спусков ждать не нужно. А там, где есть тротуары, то есть везде забота. Стелла, мать Армения, уже перед нами, сейчас будем подходить ближе. Черная крепость, пожалуйста. Начинается аллея прямо перед мать Армении. Первым городом у нас, смотрите, город Москва. Дальше Ленинград, Мурманск, это города-герои. Минск, Волгоград, Киев, Смоленск, Новороссийск, Одесса, Тула, Керчь, Севастополь. И следующий город, к сожалению, не вижу, там только первая буква. Так что здесь есть пруд. Это, получается, аллея городов-героев. Мы почти во всех этих городах были. На этой аллее три сестры. Россия, Украина и Беларусь. Да, и последний город, как я мог забыть, это, конечно же, Брест. Что такое Брест, это где? Город Брест в Беларуси. Путешествовать в Армении, мне кажется, лучше всего осенью, когда уже не так жарко, потому что сейчас он прям печет. Вот Настенка и Смирошка остались на лавочке в тенечке, а мы с мальчишками пойдем покорять эту лестницу из каких-то там ступенек, чтобы попасть к подножью вот этой вот стелы, мать Армения. Здесь, конечно, очень не хватает вот фонтана. Если бы здесь лилась бы вода возле этой стелы, было бы гораздо прохладнее. Не знаю, почему ее отключили, но как есть. Мы поднялись у подножия матери Армения. Смотрите, какая потрясающая, огромная статуя, для того, чтобы вы поняли ее масштаб. Артемка, ну-ка, беги туда. К самому подножью. Посмотрите, какой маленький темка и какая огромная стела. Здесь, кстати, в нее, видимо, можно подняться. Дверь, дверь, к сожалению, на замке. Здесь, видимо, написана история на армянском языке. 1975 год. Видны горы вот там вдалеке. Также вот здесь вот видны горы. Видите, две вершины. Это пятитысячники. По-моему, горы эти называются не Арарат, а Арарат. А на Арарат вид с другой стороны. Если я что-то неправильно говорю по названию гор, просто на карте смотрел, чуть-чуть меня поправьте, пожалуйста. Красота. И вот она уже перед нами. Черная крепость. Субтитры создавал DimaTorzok Как мы уже поняли с кадров дрона, можно пройти крепости. Вот прям есть тропинка-брусчатка, но мои все убежали вниз. Эх, знали бы они, что здесь есть проход, наверное, бы не убежали. К крепости можно подняться по лестнице, но учитывая, что мы с коляской, нам пришлось и обходить все лестницы, и здесь на территории уже подниматься вот по такому тротуарчику. Фух. Добро пожаловать в черную крепость. Что-то мы устали даже подниматься. Здесь смотровая, которая сейчас находится под реконструкцией, но нам это не принципиально. Надо посмотреть панораму города Гюмри. Здесь, в стене, в камнях выцарапаны всякие, типа, знаете, здесь был Вася. Вот такие вот всякие истории, вон там Москва и так далее, и тому подобное. Не знаю, зачем это делают, и почему это никак не прекращают. Это же такое древнее здание, а в итоге вот так вот все расписано. Причем на стеле «Мать Армения» тоже нарисованы всякие граффити. Это, конечно, грустно. Вот так вот полностью по кругу вот эти вот всякие вырацаны мы. Вон Нечаев какие-то, Нечаевые, вот что к чему? Ладно. Вот, тупица. Тупица сделал просто это, вот поэтому и тупица. Я ничего подобного не видел, ребята. Смотрите, как тут красиво. Это, видимо, это что, какая-то сцена? Сцена, посмотрите, какая архитектура, какие балкончики. Вау! Обалдеть! Ничего себе! И смотрите, я вот говорил про черный цвет, а здесь-то прохладно, да? И красный, ничего себе! Да, это словно попал в какое-то средневекое. Посмотрите, как красиво! И самое, что интересное, что стоит все это ноль! Ноль! Неважно, в какой валюте, все ноль! Здесь на стенах, смотрите, типа, такие сделаны факелы. Они не горят, просто, как знаете, такое архитектурное дополнение. Черная крепость или Северный Берт, крепость времен Российской империи. Расположена на территории города Гюмри, Армения, была построена в середине 19 века после окончания Русско-Турецкой войны 1828-1829 годов. В настоящее время является одной из главных исторических и архитектурных ценностей города Гюмри. Попали на какую-то очень красивую улицу, смотрите. Расскажи окна, окошко, смотри, как есть. Здесь же на этой улице расположен какой-то бар Гюмри Бир в пивной магазин либо паб. А еще в Армении проще жить, потому что здесь есть, правильно, читайте, вот написано же, видите, Wildberries. Представляете? И таких отделений полно. Да, сюда доставка чуть дольше, но я смотрел, доставка сюда идет, например, ты живешь в Сочи, заказываешь, вот примерно дней 5 будет идти товар, вот сюда тоже дней 5 и идет. Так что здесь жить гораздо проще. Ну и путешествовать, я думаю, тоже, если вдруг экстренно что-то понадобилось, в течение 5 дней вам сюда придет любое отделение Wildberries. Здесь снова посмотрите, какие здания потрясающие. Снова черный и вот этот вот оранжевый цвет. Потрясающе. Вот это вкус, а! Вот, пожалуйста, музей Гюмри везде, куда бы мы ни приезжали, я хочу пробовать вкусное пиво и именно местное. И вот здесь вот, пожалуйста, есть пивоварня, посмотрите, как она выглядит. Вот, наверное, вход. Сейчас мы найдем, где здесь вход в пивоварню для того, чтобы попробовать и купить. Я очень надеюсь, у нас получится это сделать. Такое прекрасное здание, такая пивоварня, но вот подошел к охраннику, спросил, он говорит, закрыто, не работает. А музей называется Шиворот на выворот, взрослые стоит 1500 драм, плюс вино, дегустация. Дети 1000 драм. Поколение 80-х поймут. Музей Шиворот на выворот, это, по сути, дом вверх дном. Мы вот по картинкам просто смотрим, что здесь есть и получается вся мебель, все ковры просто прибиты к потолку. Но кто был в доме вверх дном, это, в принципе, будет уже не совсем актуально. Мимо выпечки в Армении мы вообще пройти не можем. Запахи, и видим, что много людей ест, заходит. Хочется тоже зайти попробовать. Вот мы взяли разных булочек. Вот такая с яйцом. 400 стоит. Вот это 250, помидорка тоже с начинками всякими. И вот такая вот тоже с чем-то с сыром, с курицей. И еще двойная сосиска в тесте. Мерешки нравятся, да, Небаша? И мы снова попали просто на какую-то нереально красивую улицу. Вы посмотрите на эти здания, церкви. Здесь вот дом какого-то, видимо, знаменитого человека. Стоит такой красивый кубшин спа. Спа и баня. Посмотрите, опять черный цвет. И вот здесь вот начинается улица, по которой, естественно, оказавшись в Гумри, тоже стоит прогуляться. Мы сейчас именно туда и пойдем. На этой улице, естественно, хочется все снимать, все фотографировать. Ресторан они называются Александровский. Посмотрите эту архитектуру. Здесь я представляю, как красиво вечером. Вау. Кстати, везде в ресторанах есть вывески, что принимают карты Мир. Не должно быть никаких вопросов. Ну, по крайней мере, вот мы где платим, принимают. Так что не забывайте про ссылочку в описании на карту Тинькофф. Мир оформляйте и путешествуйте по Армении спокойно, с удовольствием. Колобок. Пам. Это, видимо, какой-то театр. Вау. Смотрите, конечно, вон все девчонки фотографируются, снимают рилсики, потому что невозможно это Гран-Тотай Гюмри. Смотрите, как шикарно, какие старинные разбитые стекла уже. Да, это безумная красота. Здесь невозможно пройти мимо. В центре вот фонтанчик установлен, все с бутылочками набирают воду, потому что жарко. И, конечно, эта забота с питьевой водой, это, конечно, очень-очень приятно. Вот такая лавка со всякими историческими прибамбасами, посудой. Тоже очень красивая. Кстати, здесь есть также магнитики, я заметил, олицетворение Гюмри. Вот эти балкончики красивые. Смотрите, как смотрятся. Еще здесь в прокат можно взять вот такие четырехколесные велосипеды и покататься, посмотреть округу. Вот она церковь, которая у нас уже была в нашем выпуске, но мы гуляли по параллельной улочке, а сегодня мы здесь. Привет! Ну и, собственно, площадь, на которой мы вчера гуляли, фонтаны, это прекрасная церковь, посмотрите, какой ресторан, здесь просто обеда еще нет, а здесь просто полная посадка, ничего себе, значит, здесь очень вкусно. И снова очередная арка, тоже в черно-оранжевом цвете, и скульптура какого-то парнишки в шляпке. Видимо, площадь танцев, напоминает очень танцора. помните, когда мы только заезжали вот в Гюмрии, я показывал вам разлом. Дело в том, что в 1988 году здесь было сильнейшее землетрясение, просто сильнейшее, которое унесло колоссальное количество людей, и я хочу вам показать вот этот собор, который черно-оранжевого цвета. Гляньте, здесь есть площадь памяти жертвам, безвинным, сердцам, милосердным, которые погибли при вот этом землетрясении. Вот так он выглядел после землетрясения. Вот что с ним стало. 1988 год. И, конечно же, вот его отреставрировали, сейчас он выглядит именно так. Здесь вот такая площадь. Фух, да, природа сама может уничтожить огромное количество населения, планеты, на то, что творят люди. Это, конечно, да. Площадь построена в честь 20-летия землетрясения, которое здесь произошло. И вот такая скульптура, что видите, как бы там наверху женщина, на нее залазят дети, видно спасателей, взрослые, собаки, что она спасает невероятно. Обязательно здесь стоит побывать. Представляете, когда случилось землетрясение, 64 страны откликнулось на помощь Армении, чтобы здесь все спасать, спасали детей. Это просто невероятно. Есть фильм, который вы посмотрите просто, что здесь творилось. Это... И вот когда на этой площади сейчас ходишь, я не знаю, мне мурашки просто по коже, особенно читаешь все вот эти надписи на вот этих плитах, в зоне бедствия вновь построено 4 миллиона 417 тысяч квадратных метров жилья. То есть, понимаете, когда было землетрясение, было просто по максимуму все уничтожено. 11 часов 41 минуту 7 декабря в туманный и мрачный декабрьский день 1988 года вздрогнули горы и с огромной силой сотряслась земля. Вот, мгновенно были разрушены города, села, школы, детские сады и промышленные предприятия без крови остались более миллиона человек. В этот трагический час погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 16 тысяч были извлечены из-под завалов и искали живые свои близкие среди погребенных под руинами и звали дети своих родителей, а родители своих детей и были вместе с ними в этом горе тысячи сердца милосердными и руки помощи протянули армянскому народу все республики СССР и многие страны мира, как говорил ранее 64 страны. Глубоконародная Скорпа безвинным жертвам спитанского землетрясения до упокоит Господь их души вечная им память. И здесь, кстати, вот на плитах я покажу вам увековечили время, время, когда, видите, вот так вот в плитах сделано время, когда случилось землетрясение. Про что я говорил, что видите, насколько это оживленная улица днем. Ну и, конечно же, оказавшись в Гюмри, нужно посетить обязательно вот этот местный рынок, который вчера был закрыт. Сегодня он уже видите, все, красота, все работает, все функционирует. Здесь можно купить абсолютно все вообще, что вам только нужно. Вот сейчас цены, кстати, были огурцы и помидоры по 150 грамм. Это вообще копейки. 500, кстати, чучкэлла. Посмотрите, как все вкусно. Вот это да. И, кстати, мне что нравится, что они вот эти все сухофрукты чучкэлла продают в пленке, то есть ничего не пылиться. Если пахлава, то вот она в этом. Давай возьмем. Здравствуйте. Какую славу? Маленькую? Невозможно было пройти мимо. Мы купили чучкэллу. Посмотрите, здесь кофе, какао, вон на развес, все намолят. Свечи рыболовные, всякие штуковины, колбасы, техника. Вообще здесь, короче, вообще абсолютно все можно купить. Вон сколько всякой разной колбасы. А вот мы попадаем уже на овощную историю. Посмотрите, как много всего. Вот огурцы, 250. Смотрите, красивые перчики. Смотрите, тоже по ценам. Вон кофе кругом, как будто у них здесь кофе выращивается вообще. Вон ягода, клубничка 800, но она такая уставшая. Виноградик. Здесь нужно кушать персики, виноград 100%. Кукуруза, картошка по 200. Этот, слива, 400. Мы еще раз слива брали, вообще вкуснота. Вон зелень, черешня, 1000, 1500 черешня. Это получается сколько 1500 черешня? 1000 это 250. 350 рублей, короче, черешня стоит. Ну не знаю, нормально, нет. Вот, кстати, это мясной Настен магазин, там курица, не курица. Также здесь есть рыбный отдел, можно купить. Короче, Настенка вообще говорит, я хочу здесь остаться жить. Вот не знаю, что с этим делать. О, мяско. Здесь еще что-то непонятное. Здесь какой выбор мяса, просто прилавки аж ломятся, и все свежее, аккуратно, это вообще. Наконец-то мы купили крыжовник, целый килограмм, короче, пакетища. Малины, вон сколько взяли. Крыжовник 800, стоит драм, килограмм, а малина вот эта 1500 ереванская. Ну здорово, рынок четкий вообще. А завершить наше путешествие по городу Гюмри мы решили прийти, посмотреть на картину. Ладно, шутка. Мы решили сходить в ресторан, отведать местные еды, прям взять несколько блюд, там по чуть-чуть, посмотрим, получится, не получится. Здесь еще одна часть города, где мы пока не гуляли, вот, ну и не будем, здесь уже, как говорится, смотреть нечем, просто выбрали здесь небольшой такой ресторанчик. Выбрали такой, видите, ресторанчик с таким интересным дизайном. У них меню плюс-минус адекватное, мы посмотрели. Это не надо нажимать, ребятки, это вызов официанта, не нужно. Ладно, мы сейчас быстренько закажем и потом покажем. Вот смотрите, пока нам готовят, я вам расскажу по меню. Мы заказали, значит, что мы заказали? Хашламум. Нет, Хашламум мы так не заказали. Мы заказали гюмри, многие советуют, 1600. Это в драмах, я вам говорю. Потом мы заказали, что мы заказали? Мы заказали шашлык из свинины, он стоит 2 300, полкило. Вот. Дальше, что мы заказали еще? Кебаба, 2, 3. Долма, одна штука, 180. Кебабы, две штучки заказали. Пиво, 600 стоит, разливное. Ну, а в телеграм-канал, в наш, по ссылке в описании, вы сможете посмотреть фотографию в полном меню. Меню здесь прям реально клевое, идельное. Ну, давайте за путешествие по гюмри и за прекрасный финальный ужин. Баре! Ну, что же, ребятки, нам принесли. Осталось еще только долма, 2 овощных салата, люляшки, 1, 1 бараний, 2, 2 из телятины. Шашлычок! Посмотрите, какая вкуснота и красота с армянским лавашочком. Мы, кстати, здесь видели даже в фабрике, как его готовят. Ммм, вкуснота! Вообще, здесь, в Армении, рекомендуют пробовать люля, и многие говорят, что такие люля, как в Армении, нигде больше нет, поэтому сейчас мы будем пробовать. Носенка уже кайфует, сейчас покайфую я. Вообще, люля не особо люблю. Попробуем. Это не такой, как он и елит, попробуем. Это реально невероятно. Я подписываюсь под каждым комментарием, что люля нужно попробовать 100%. Ребята, обязательно. Как вам, парни? Очень вкусно. Бомба! Дело за шашлыком. Кто нас смотрит из Турции, простите, это невероятно. Он тает во рту. Наконец-то мы в Армении. Ребятки, еще это вкусное пиво. Приезжайте в Армению, вообще. Здесь просто food travel, да, получается, вообще. Праздник живота после Турции это 100%. А вот долма с виноградными листьями. У меня мамулька вообще любит вот эту штуку делать даже сама. Но мне кажется, так как делают это армяне, никто это сделать не сможет. Я не совсем ее люблю, но в Армении, я думаю, точно стоит попробовать. Настенка ее обожает. Настена, пробуй. Папа, короче, я тоже ее не очень сильно люблю. Попробуй, попробуй. Ну, это классно с начинем. Давай. Ну, что скажешь? Класс? Очень вкусно. Спасибо. Вроде бы девушка тебе. Спасибо огромное. Класс? Вкуснятина. Мама, что-то подобное сделать или все-таки все-таки Армения, это Армения. Ну, мама берет готовые листья. Они, собственно, славатые. А это, общенники, очень вкусно. Теперь я скажу, не любитель этого блюда, я вот сейчас попробую и скажу. Это что-то мне напоминает армянские голубцы какие-то, я не знаю. Ваше здоровье, ребята. я могу сказать, что это вкусно, просто я не совсем понимаю сочетание виноградных листьев и фарша с рисом, но в целом, знаете, когда жарко на улице, вот эта киселинка листьев придаст свою изюминку. Классно. Мне очень нравится, спасибо вам. Уже можно шариком укатываться, но на самом деле, представляете, нам еще не принесли вот это блюдо гюмри, которое многие рекомендуют. Куда его пихать, я не представляю. Пацанам заказали на десерт молочные коктейли, ну а нам на десерт блюдо, которое всем рекомендуют, это блюдо гюмри. Здесь печеный говяжий язык, сыр моцарелла, смотрите, как все тянется прекрасно, помидоры, грибы, и, по-моему, все. Перепухами, да, это очень вкусно. Просто я читала в отзывах, что это вообще самое вкусное блюдо, которое человек пробовал, это вообще обязан его попробовать. Вот так. Короче, мы сейчас будем это пробовать. Давай, Стэшн, пробуй. Я, конечно, не люблю вот эти всякие языки, пипейские, яйца, печени, но давай, начали первое. Кишки, да. Горячо? Что, круто? Такой нежнейший. Короче, ребята, приедите в Армению, здесь прям оргазмический, как он правильно называется? Оргазм живота. Наверное, так. Это называется гастрономический. Вот, я сказал ограничить, гастрономический оргазм, да. Короче, обязательно. Вот все, что мы вам рассказали, обязательно тоже попробуйте. Ну, наконец-то, человеческие чеки, все пропечатаны, и посмотрите, все написано на русском. Приятно. Обслуживание 10%, они сразу берут еще 251 драм, итого 13761 мы наели. Но это невероятно великолепно, очень много. Мы просто сейчас отсюда будем укатываться, правильно? Мы впихивали. Да, а мы даже не доели, вот последнее блюдо. я прошу, что официант нам говорит, мы хотели еще кебаба, она говорит, не надо, я же вам еще это принесу, горячее. Вот такие, точно. И мы реально, вот последнее шикарное блюдо, язык, он тут вообще такой нежный, сыр, грибы, помидоры, шикарное блюдо. Мы вот просто сославка, она очень вкусная, но у нас уже животы полные, мы просто впихивали в себя. Ой, ребятки, мы просто выкатываемся из этого ресторана, это невероятно, мы так объелись. Причем на наши деньги, это что, 3500 получилось, и сейчас, конечно же, еще за финалем, это все вечерним Гюмри. Конечно же, в каждом городе, даже уже в селе, в любой деревне есть вот такая надпись, в данном случае, я люблю Гюмри. Винчий парк, дети зашири с ума, тут ребята вообще в шоке, они о мне, мне. Классный парк вообще, всякие развлечения, Вондерленд называется, прикольно, тише Мирошка. Папа, я хочу, не могу взять, не могу взять. На минуточку, здесь есть такая приятность, что представляете, 300 драм на любой аттракцион, вообще, сверхдоступная цена. Вот такие здесь дают билетики, ребята оплачивали, карта Тинькофф. Артемка с Родиком пошли на эти качели, блин, они вообще прикольные, они, короче, вот прям вот здесь пролетают, прям над людьми, над головами. А Настенка с Мирошкой пошли вот в такой кенгуру, сейчас я их найду, покажу, где-то они сидят. Еще после такого плотного ужина, но вот эту штуку, Настенка говорит, что говорит, мне, блядь, делать? Я говорю, давай, давай, Настена. Они вон с Мирошкой в одном кресле, ладно, сейчас запустится, покажу. Родик, ты готов? Родик! Мирошка! Ну как? Это в то же время я круто, страшно. Кричу, мне кажется, Родик там просто испугался. Родик вообще испугался, это страшно было? Да, еще прикол в том, что там очень слабые, держишься ремень, а он в любой момент может просто отлететь. Я выдержался всех сил. А я знаю, что справедливо держался. На территории парка играет классная музыка, а также есть еще ресторанчик такой с детской игровой комнаты, где родители могут покушать, а детки там бесплатненько побегать, поиграть. Мирошка выбрал себе еще одну карусельку, это вот такие же качели, как катались пацаны, только миниатюрные. А вам парни уселись? Настенка, ну у тебя сегодня вечерок, да? Ну, конечно, ты выбираешься карусель, у тебя словно сегодня день рождения. Да, Мирош? Наранее. У Вавана. Так, у пацанов там уже болтанка началась, пока туда-сюда хожу. Ну, вот здесь классно, пускают, по крайней мере. Нехило их так. Так, ищем все Мирошку. где он с Настенкой. Вот, Мироша! Что, Мироша? Как тебе? Я бы еще бери. Еще бери. Ты мне всю карту опустошишь. Человек. Я бери. Ты стерти. Пап, я бери. Ну и что? Классно, у меня еще животы вот так вот. Говоришь, пап, страшно очень. Ага. Короче, короче, папочка, там, там, мы заходим, там все быстрее к серу, туда рвется, и мы быстрее сели с ручком, на пуни, что мы сели. А вот там половина прошла пути к серу. Это нам дядя, когда спрашивают, почему не включите? Ну, пойдемте. Ночная огромная площадь, где установлена скульптура, которая так и называется Армянка. Вот, пожалуйста, сюда мы добрались только в вечернее время. На этой площади очень хочется завершить данный видеоролик такой большой у нас получился про Гумри. Ребятки, обязательно приезжайте в Армению и первым делом посетите Гумри. Ведь это не просто город, город, который пережил страшнейшее землетрясение и вот так вот восстановился. Здесь есть, что посмотреть, здесь есть, что покушать, правильно? Да. И вообще, здесь душой хорошо. Дальше продолжаем путешествовать по Армении. Много будет выпусков, обязательно подпишитесь. Кто не посмотрел наше путешествие по Грузии, это последний наш был сезон, обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании. Даже в описании все важные и нужные ссылки для ваших путешествий, которые вам их упростят. Будем с вами прощаться, да? Как говорится, по-армянски пока. Мы не знаем. Мы знаем только как здравствуйте. Пока.